Слава Богу, мои братья и сестры, что Господь дает нам еще это вечернее время, чтобы собираться. Благодарю Бога за то, что и каждому из нас дает силы, желание приходить сюда. Когда один брат говорил, побывав в одной церкви, говорит, вам нужно памятники поставить за верность. Порой с постоянством, и это очень ценно пред Богом, и Бог очень ценит постоянство. И за это слава Богу, потому что когда есть ответственность, и надо куда-то передавать что-то, как правило, ответственных очень мало. Но благодарю Бога и вместе с вами, что Господь дает вам желание и возможность нам сегодня собираться, чтобы слышать Его Слово и искать лица Его. Господь желает, чтобы мы в своей жизни радовались. И это для того, для чего пришел Господь, Иисус Христос, на землю, чтобы дать радость народу. Мы видим в новозаветных писаниях о том, что куда не приходила Евангелие, куда не приходили апостолы, ученики, там описано о том, что они радовались, они исполнялись Духом Святым, они жили, для них открывались новые просторы, и они в этом пребывали. И Писание пишет о том, что и ученики побуждали людей, что оставайтесь в этом, пребывайте в том, что дано вам, что открылось. Но порой дело с людьми, которые много лет или не один год ходят в церкви, состоит по-другому. Порой той радости и того действия Божьего, той благодати, а куда-то она исчезла. Однажды довелось беседовать с одним братом, ну, не у нашей местности, и когда молились, Дух Святой говорил ему, Господь говорит, что я хочу, чтобы ты радовался, и говорит, еще хочу через тебя, чтобы еще многие люди мира узнали обо мне, но ты ходишь в унынии, и ты искренний, ты чистый, ну, то есть ты передо мною чист, но твой внешний вид и твое состояние Духа, люди не могут увидеть меня в нем. И Господь говорит, я произведу над твоим сердцем работу, и тогда вот выведу тебя в это состояние, чтобы другие могли прийти. Дорогие братья и сестры, Бог призвал нас, чтобы мы радовались. И служение за служением – это не говорить одно и то же, а это для того, чтобы встречаться с Господом, чтобы иметь общение с Ним. И каждое служение верующий человек имеет право соприкоснуться с живым Богом, исполниться Духом Святым. И я благодарю Бога, что сегодня на утреннем служении Господь и меня посетил Духом Святым, и я радовался. И сегодня еще у нас есть это служение, когда мы можем дальше искать лица Господня и пребывать в Божьей благодати. Хочу читать с места Священного Писания несколько и вместе еще с вами рассуждать, и потом будем мы молиться. Из Ветхого Завета, это книга пророка Езекииля, 3 глава, 20 стих. Это было сказано Господом, пророку Езекиилю. «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я, то есть Бог, положу пред Ним преткновение перед праведником, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой и не припомнится ему праведные дела его, какие дело он, и я взыщу кровь его от рук твоих. И если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою». Это Священное Писание, оно оставлено и до наших дней, хотя это Ветхий Завет, это было сказано пророку Езекиилю, но в наше время можно приводить много примеров, когда почему-то в жизни верующих людей не сказать, что Бог делает это, но почему-то позволяет быть этому, не останавливает, но в жизни верующих людей совершаются определенные ситуации. И Писание описывает, что если я положу преткновение, то есть, как сказать, знаете, иногда в доме там что-то лежит, и, ну, мама там, или папа спотыкаются, кто положил, что это такое, почему не убираете? Ну, разборки начинаются, знаете. И вот, Писание описывает о том, что в жизни тогда, мы будем говорить о новом времени, бывают такие случаи, когда Бог позволяет определенным ситуациям в жизни верующим вам быть, не убирает их. И вот, если говорить о этом месте, оно сказано, что было сказано этому пророку, что ты должен сказать, праведник, там впереди будет то и то, смотри, переступи. и если ты это не сделаешь, то я с тебя спрошу. То есть, ты должен, человек, который идет по пути, он должен быть предупрежденным. Представляете, когда за углом что-то находится, и когда я не знаю, или вы идете, не знаете, ну, можно испугаться, он скажет, слушай, там за углом собака. Человек уже настраивает себя и, ну, предварительно готовит, как он будет проходить. Он приготовленный. И если смотреть по Священному Писанию, и наше даже время посмотреть, так часто в жизни верующих людей бывают эти обстоятельства, когда верующий человек, праведник, он спотыкается. Еще несколько примеров из ветхозаветных вещей, когда Бог позволял Иосифа. Если взять пример Иосифа, я думаю, все вы знаете, и я так рассуждал не разу, думаю, ну, взяли бы Иосифа, если Бог определил его быть царем, если Бог определил через него действовать, вот, приехал бы посол от, с Египта, и сказал, слушайте, давайте нам Иосифа, нам нужен он для царства. Но почему-то так не получилось. Продают Иосифа. Я думаю, что если в кого-нибудь из нас продать, там можно было обидеться на всю жизнь и наговорить, и где Бог был, а почему у него не было, почему он допустил, а вот в жизни служителя, и множество, множество вопросов и разговоров может быть. Ну, на этом все не закончилось. Тут женщина попадается, ну, кажется, ну, Иосиф, ну, никто не видит, да живи, как хочешь, да отомсти ты, наконец, да твоим братьям, докажи, раз вы за мной поступили. Он остается чистым. Да ладно, чистым, да несправедливо к нему опять поступают. Он не согрешил, он не виноват. А его в тюрьму. Несправедливость за несправедливостью. Проблема, трудность за трудностью. И все больше усугубляется. И потом пришло время, когда Писание описывает, «И послал фараон и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу, «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря, «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. И сказал фараон Иосифу, мне снилось до сего места». То есть, вот сосуд приготовленный, который в своей жизни прошел все преткновения. А в Псалме 104, по-моему, написано о том, что, я открою, 104 Псалом, призвал голод на землю, всякий стебель хлебно истребил, послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, это состояние духа. Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. «Послал царь, и разрешили его, разрешили его, владетель народов, и освободил его, и поставил его господином над домом своим, и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельможей по своей душе, и старейшина его учил мудрости». Смотрите, что написано. То слово Господне испытало его. Это не один год, это не один месяц, это, ну, продали, а потом перепутали и возвратили вечером. Это протяженные времена и сроки. Но он при всей той несправедливости, он не говорил, он сказал, «Вот, мои братья, они такие негодные, а вот мои, они продали меня». Он не роптал, Библия не описывает. Если бы он заложил бы в сердце злобу, то когда бы братья пришли, он бы отомстил им. Но у его сердца оно осталось чисто. Еще несколько примеров, но в наше время оно идет. Взять пример Самсона. Когда ему полюбилась женщина, не из Божьего народа, а закон был известен, и это был муж Божий. И там есть такое место, я дословно не скажу, но там написано о том, что и это было от Господа. А что было от Господа? Чтобы он неверующую жену взял? Или ситуация, чтобы проверить его? Что было от Господа? Иногда звучит пророческое слово, «Это от меня». Но иногда нужно водительство или откровение Божье, чтобы понимать, что именно от меня. Иногда Бог поставляет ситуацию, будешь ли ты послушан своим родителям, покоришься ли служителю, смиришься ли, уступишь ли. И множество, множество вещей, когда небо наблюдает. И, как правило, Бог предупреждает верных своих. Он поднимает, берет выдел сосудов и говорит, что «Сын мой, в жизни твоей будет такой-то, такой-то поворот, приготовься, вот будет вот так, вот так, бодрствуй, вот то и то в твоей жизни произойдет, будь осторожен». И когда мы внимательны, то мы сможем пройти правильно. А когда нет, тогда я сам обижен, я расскажу своим всем родственникам, как со мной неправильно поступили, своим друзьям, всем встречающимся, и будет вокруг заражено, все окружение будет мое заражено. А почему? Потому что во мне зародился горький корень. И Писание пишет, смотрите, чтоб в ком из вас не было горького корня. То что-то произошло с моим сердцем, неправильно произошло. Но я же не хочу сказать, что Господи, я виноват, а все правы. Нет, обычно, как сказать, все виноваты, а я прав. И у праведников бывают такие вещи, ну только как я думаю, только я прав. Как я наказываю, ну я справедливо. И не раз Бог говорил Иеремии, помните место, когда Господь говорил, Иеремия, что ты видишь? Говорит, верно видишь. То есть Бог дал свидетельство, что Он правильно понимает, правильно видит. И Он, хотя Он был пророком, не обязательно был Он, ну я же пророк, зачем мне еще какие-то подтверждения? Да нет, для Него нужно было свидетельство Духа Божьего, что Он правильно ведет направление, и Он правильно видит. Дорогие братья и сестры, это еще не все. Взять пример, есть такой Езекия. Это человек, через которого была сила Божья, слава Божья в его жизни была. Это тот, даже ученые рассчитывают, что, то есть по подсчетам, солнце, вот на 10 этих ступеней, оно до сих пор учеными обнаружено. То есть в системе солнечной, земли системе, что-то произошло по молитве пророка Исаии, с участием Езекии. И вот, еще одно место хочу зачитать. это второе паралипомену. Айзекии. 32 глава, 31 стих. Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Искренне, честны, плакал со слезами перед Богом. Но в его жизни была ситуация, когда никто не мешал, никто никому не подталкивал, а просто открылось все, что было внутри. И для нас это оставлено Слово Божье. Но в Завете еще несколько мест хочу напомнить, когда Иисус Христос пришел в синагогу свою, это Луки, 4 глава, и там было действие Божье. И когда Он говорил, люди реально ощущали, что действие Божьей благодати пошло. И я как-то задавал не раз вопрос, Господи, ну а зачем туда-то пошел? Специально раздражать людей этих? Пришел в свою синагогу и действие пошло. Ну, начал читать это священное, священные слова из книги нашел, которую Дух Божий на мне. И что-то начало происходить в народе Божьем, то есть в синагоге. И чем все это закончилось, вся эта пропасть его, его взяли и хотели сбросить со скалы. И я думал, ну, Господи, ну, неужели, ну, Ты специально хотел, чтобы вот людей раздражать? Бог хотел дать этим людям исцеление. Бог хотел дать покой, дать свободу, дать радость. Но когда Слово Божье, оно проникает, оно открывает по факту то, что есть. И Он говорит, что когда я врачевал Израиля, открылась неправда. То есть Бог хотел дать исцеление человеку. Но когда Он начал это делать, оказывается, что-то происходит и что, что мешает. И поэтому Бог не может совершить Свои до конца работы. И, дорогие братья и сестры, в нашей жизни бывает очень много преткновений. Это то, что от нас не зависит. Это то, что мы не можем поменять. Это не то, что мы ложили даже. Это могут быть по отношению к нам какие-то разговоры или поведения. Это может быть много разных вещей. И больше всего в церкви, в Доме Божьем мало, наверное, таких. Ну и есть, конечно, и такие ситуации, когда люди согрешают. Но очень много верующих людей грешат своим языком. Я когда слышал один пример, один брат рассказывал, слушал, и он говорит, зашел в церковь, приехал в гости, ну и там заведено, что кто желает помолиться, ну то есть на собрании, он может возвысить голос свой, вот, ну если есть вдохновение, помолиться, чтобы помолиться. Ну и попроси, ну давайте, начали молиться, ну, говорит, тут сестра одна, раз, и замолилась так. И он говорит, что я по молитве понял, что это мертвый, духовно мертвый человек. Говорит, я понял, что там нету жизни уже. Второе собрание, ну и опять сестра, кто хочет помолиться? Я. Говорит, и точно такая же самая молитва. Я думаю, ну мне, ну он говорит, я думаю, мне интересно пообщаться с ней, вот, ну поговорить. Проходит какое-то время, она идет навстречу, говорит, братик, приветствую, хочу с вами поговорить. И думаю, я же хочу поговорить. Я говорю, слушайте, расскажите о своем покаянии. Она таким недовольством, с таким возмущением, смысле, что вы хотите, ну, я уже давно верующий, о каком покаянии? Ну, расскажите, как вы покаялись? Расскажите, как ее это возмутило? Это ж меня спросили о покаянии, давно верующую сестру. Я вообще с детства верующая, если хотите знать. Ну, и начала там. Говорит, хорошо, а как вы, и оказывается, у нее даже и покаяние, а как вы водное крещение заключали? Как? Я с детства? Я столько хожу. И говорит, я понял, что человек мертв. В итоге она обиделась, но она вообще из церкви ушла. Но, дорогие братья и сестры, Бог в нашей жизни допускает разные вещи, и Он наблюдает, как мы реагируем. Однажды был случай, ну, не один раз, когда Господь говорит, что я проверяю твое смирение, когда ты общаешься с людьми. Я проверяю твое поведение, смотрю, когда ты говоришь. Не, ну, мы, конечно, готовимся в церковь, чтобы прийти, но, а кто знает, как мы живем, как я в магазине разговариваю, как я с людьми, которые мне должны, разговариваю, как я с соседями говорю, а никто же не видит. Но видит Бог. И Он допускает для того, чтобы научить нас, чтобы дать благословение. Еще несколько мест Священного Писания. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Дорогие братья и сестры, Бог, Он не жестокий. Бог, Он не злой. Бог, Он не мстящий или только делать боль хочет. Он любящий. Как-то однажды ребенок провинился, но я решил, что я его точно накажу. Он достоин был наказания, но когда я пришел к нему с ремнем, он начал очень сильно плакать и настолько сильно заливаться слезами, говорит, «Папа, прости!» Я его не наказал, потому что я увидел, что Он это делает искренне и честно. Дорогие братья и сестры, когда мы приходим к Богу с покаянием, возможно, признавая свои ошибки, Бог являет милость. Дорогие братья и сестры, есть много вещей с нашим языком, которых мы не видим, но которые нам нужно менять. Как-то я слушал проповедь однажды, еще немножко займу времени, слушал однажды проповедь, и за язык Господь тоже очень много производил в моей жизни работы за язык. И проповедник проповедовал и говорил, что был брат хороший, он много делал добрых дел, но языком очень говорил много зла. И когда я начал молиться за него, и Господь сказал, что он заболеет и умрет, потому что он, говорит, так и не исправится. И я послушал, я думаю, ну, постарше был, оказывается, есть вещи, за язык Бог может и судиться. За то, что мы говорим, иногда бывает очень много вопросов. Дорогие братья и сестры, лучше нам исправляться. Я не раз в своей жизни переживал в семье, когда болели дети, молился, Господи, за что? Почему в моей жизни происходит? И я считаю правильным, когда мы задаем вопрос, Боже, почему в моей жизни пришла болезнь? Хорошо, когда сказал, Господь, для славы моей. А в жизни Езекию болезнь пришла для того, чтобы смирить ходящих гордо. И Господь сказал, нужно примириться, или нужно покаяться за слова, или нужно за то, что осуждал служителя. И думаю, ну, да помолчи. Зачем целую неделю мучаться, ночами не спать, молиться? Просто не скажи, не выскажись. Ты понимаешь, что дешевле. А иногда мы можем очень много говорить языком своим. И это говорит о отсутствии страха Божьего. И у людей, которые потеряли страх Божий, они, их язык рассказывает по земле, они никого не боятся. Они Бога не боятся, что Бог взыщет, что Бог спрашивает. Они вообще ничего не боятся. А потому, что оставили Господа. Дорогие братья и сестры, присутствие Божьим прекрасно. И Писание пишет, и апостолы говорили, они убеждали держаться Господа искренним сердцем, пребывать в благодати Божьей. И сегодня это время, когда мы можем с вами еще помолиться, понуждаться в Господе. И если я что-то говорил на ближнего, Господь подскажет мне, не переживайте. Я не раз переживал такие моменты, когда Господь сказал, иди, проси прощения. Внутри приходят мысли, желания, понимания, иди к служителю, вот сейчас. Посылайте Господь этого человека навстречу, чтобы примириться с ним. И есть очень много вещей. Дорогие братья и сестры, и действия Божьего, и радости мы не дождемся, если мы нарушаем Слово Господне. Но Бог желает, чтобы мы, благодать Божья, она действовала не только в собрании Божьем, но в нашем сердце, чтобы слава Божья, мир Божий, радость Божья, она была в нашем собрании. Но когда есть за нами то, что что-то числится, мы не сможем этого. Да, будет милость Божья, и Писание говорит о том, что придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Дорогие братья и сестры, церковь, собрание Божьего народа, это место, где должны решаться вопросы. Это место, где должны развязываться узлы, это место, откуда человек должен понимать, что здесь действует Господь, это место, где должны являться слава Господня и свидетельство Духа Божьего, где Бог должен подтверждать. Но когда мы играем в церковь, этого не будет. Будет много красивых слов, ой, такие хорошие, вы так красиво поете, вы так проповедуете, но это не Бог говорит, это люди говорят. А Господь порой говорит о другом. Однажды был в собрании, и Дух Святой говорил, что в собрании Божьего народа есть злые сердца. И Господь сказал, что вопрос будет стоять о спасении и жизни вечной, если эти люди не исправятся. Дорогие братья и сестры, Бог Он Святой, и Он являет славу, чудеса, исцеление, но Он и порядок делает. И поэтому мы предстоим пред таким Богом. И я читал эти места Священного Писания, и если в нашей жизни есть те ситуации, когда мы не можем простить, победить, мы не можем уступить, мы не можем промолчать, нас не хватает силы на что-то преодолеть, или та ситуация больше нас, смириться, покориться мужу, и что-то еще, то Библия пишет, что есть Божья благодать. Я часто сравниваю Божью благодать, вот такое пришло понимание, ну, люди, которые работают на стройке, это понятно, вот вам привезли поддон кирпича, и говорят, вот туда на второй этаж, ну, ты поскольку, ну, по пять можешь, ну, по пять, но это долго, ну, пускай по три, по мере силы, но это долго, но Божья благодать, это кран, проезжавший мимо, и который поднял этот, то, что я буду делать множеством усилий, своими стараниями, и очень долго, но когда приходит Божья благодать, она дает силы человеку простить, силы примириться, переступить через страх, через свою гордость, и это Божья благодать, она желает участвовать в нашей жизни, чтобы мы понимали, что мы не одни, и то, что Павел делал, и то, что служители Божьи делали, они делали с благодатью Божьей, и она нам очень сильно нужна, и потому апостол предупреждал и говорил, что будем хранить благодать Божью, будем служить, то есть ее можно потерять, а как потерять? обиделся, говорит, не огорчайте Святого Духа, раздражением, гнев, ярость, слаба, один брат говорил о том, что когда в жизни человека это есть, то Божья благодать, она не подается, дорогие братья и сестры, и я не раз, ну, часто приходится дежурить в центре, последнее время по субботам дежурил, и там молитва есть, и вот вместе с братьями склоняем колени, я начинаю приводить свою жизнь вместе с ними в порядок, и говорить Богу о жизни своей, и я не раз видел, как вот на это собрание приходит Божья благодать, потому что Бог не взирает на лица, но Бог, когда человек смиряется, когда человек покоряет себя, смиряет свое сердце пред Богом, и нуждается в нем, Бог совершает работу, и человек уходит радуясь, и смотрите, что Иосиф пишет, это не я, Бог даст ответ, он о себе высоко не думает, он прошел такой путь, чтобы воздавать славу Богу, пусть Бог благословит, и я приглашаю, давайте еще встанем и понуждаемся в Господе сегодня. спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Аминь.